Привет! В ноябре 2020 года, когда появился Poco M3, уже многие начали думать, а что же будет после этой модельки. И компания недолго нас заставила ждать. В мае вышла модель Poco M3 Pro. И вы знаете, лично я, когда эта модель появилась, сразу же обратил внимание на характеристики и немного расстроился. Но и, конечно же, захотел заказать, чтобы проверить, потому что у нас Poco M3 была на обзоре моделька, а сегодня у нас именно версия Poco M3, которая поддерживает 5G стандарт. Установили обновленный процессор, дисплей с поддержкой 90 Гц, 5000 аккумулятор и 48 Мп камера. Но это еще не все преимущества. Мы будем говорить, конечно же, и о минусах, поэтому давайте будем в этом обзоре детально все смотреть, не прокручивая. И помните, что есть тайм-коды в описании под видео. Ну и, конечно, ссылка, где можно купить эту модель. Комплектация уже лежит перед вами. Это по-прежнему желтая упаковка с надписью Poco M3 Pro. Здесь все характеристики. И у нас, кстати, самая максимальная версия. 6 ГБ оперативки, 128 встроенных и цвет черный. Помимо самого смартфона мы получаем кабель USB Type-C и скоростной блок питания 22,5 Вт, благодаря которому он заряжается около двух часов без всякого вреда для вашего смартфона. Радует, что в комплекте идет силиконовый защитный чехол. И на первое время вам его хватит. Но я уже приобрел вот такой вот чехол-книжку с магнитной крышкой. Если туда вложить телефон, то будет все гораздо лучше смотреться. Дальше мы рассмотрим. Так что не пропустите или используйте тайм-коды. И последняя составляющая комплектации. Это вот такой вот конверт. Внутри находится скрепка, а также инструкции и гарантии. Еще там находились вот такие вот наклейки. Одну я уже использовал, эти еще остались. Так сказать, для фанатов бренда Poco. Внешний вид, конечно же, будет отличаться от его предшественника. Корпус полностью пластиковый. Имеет закругленные края, что привычно для современных моделей. Экран у нас с вырезом под камеру. И края экрана также закруглены. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3-го поколения. Сверху наклеена заводская пленка. Но лучше использовать защитное стекло. Ссылка есть в описании под видео. Сверху располагается разъем 3,5. Второй микрофон и датчик освещения. И инфракрасный передатчик для управления бытовыми приборами. Справа на торце находится кнопка питания. В нее встроен сканер отпечатка пальцев. При нажатии кнопка издает такие щелчки. А над кнопкой располагается качелька громкости. Слева располагается лоток для сим-карт. Во-первых, он комбинированный. Либо две наносим-карты, либо сим-карты и карта памяти до 512 гигабайт. Во-вторых, у него есть резиновая прокладка, благодаря чему не будет попадать влага и пыль. Снизу располагается гнездо для зарядки USB Type-C. Отверстие динамика. В этой модели он, к сожалению, один. И маленькое отверстие основного микрофона. Над передним модулем камеры на торце экрана располагается сетка разговорного динамика. Благодаря встроенному датчику есть активация при касании. Двойной таб и экран засвечивается. Еще, если взять смартфон в руки, он также включается. И если у вас настроена функция разблокировка по лицу, он будет видеть ваше лицо, разблокируется и мгновенно готов уже к работе. Также отлично сканер отпечатка справляется со своей задачей. Прикоснулись либо по нажатию, либо по прикосновению. Это все настраивается в настройках и тогда все отлично срабатывает. Теперь давайте поговорим об экране. Яркость максимальная и ее предостаточно. Минимальная яркость. Практически ничего не видно, но что-то есть. Яркость минимальная отличная. Есть также все фишки, свойственные MIUI и современным моделям POCO. А именно, темный режим, режим чтения. И помимо всего прочего, есть новая фишка. Частота обновления экрана 90 Гц. Новая фишка я имею ввиду именно у этой модели. И на примере этого изображения или этой анимации можно увидеть, что плавность картинки гораздо лучше. Чем выше частота обновления экрана, тем плавнее отображение картинки, видео, фото и так далее. Также можно настроить скрытие выреза. Например, если мы перешли и активировали этот режим, то у нас не видно. Если же отключаем, то появляется полноценный экран, но видно тогда глазок камеры. И конечно же есть управление как жестами, полнофункциональное на 11 андроиде и управление через сенсорные кнопки внизу. Зайдя в раздел о телефоне, мы можем увидеть, что у нас установлена версия MIUI 12.0.9.0 стабильная. 11 андроид. Вот. А если еще зайти в Play Market, то отображается сколько из 128 гигабайт? 116 свободно. То есть все остальное взято под систему и уже из этих 116 и 15 гигабайт мною заняты. В программе Antutu бетчмарк этот смартфон набрал 327 522. В развернутом состоянии у нас вот такие вот тесты. И неудивительно, ведь по сравнению с моделькой его предшественника, его старшего брата Poco M3, потому что он впервые появился, эта модель немножко превосходит его в характеристиках. Как по скорости оперативной памяти, ну и конечно по процессору. Давайте более детально рассмотрим эти параметры. Внутри установлен 8-ядерный процессор с максимальной частотой разгона 2,2 ГГц. От бренда MTK. Модель MT6833. Или более красивое название Dimensity 700. Конечно же он лучше, чем у предыдущей модели. И на момент обзора известно, что на этом процессоре уже создано 47 смартфонов. Такие как Xiaomi Redmi Note 10 и 10T, Realme Narzo 35G, Honor X20 SE, Samsung Galaxy A22. За графику отвечает Mali-G57. А значит как в играх, так и другие процессы он будет выполнять очень быстро. И дальше мы проведем тесты. Разрешение экрана 1080 на 2400, что очень четко передает картинку, видео и многую другую информацию. Плотность пикселей 440 DPI. Диагональ экрана 6,5 дюймов. Экран на 10 касаний. С камерами у нас практически ничего не поменялось. Единственное, что заметил, это была изменена фирма модуля Macro. То есть мегапиксели не поменялись, но поменялась фирма. Визуально качество при этом не изменилось, не ухудшилось и не улучшилось. Основной модуль у нас на 48 мегапикселей. Второй модуль Macro и это отвечает за эффекты боке. Не хватает широкоугольного модуля, который бы помогал в работе. Передний модуль камеры на 8 мегапикселей с разрешением 3264 на 2448. Видео снимает как передняя, так и задняя камера 1080-30 кадров. Конечно же есть встроенный NFC, GPS, GLONASS, BEIDO, GALILEO, двух диапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц и поддерживает возможность делать Wi-Fi репитер. Сейчас вы подключены к Wi-Fi. Мы нажимаем включить точку доступа и у нас появляются две Wi-Fi антенны. Значит мы наш Wi-Fi раздаем сейчас от нашей модели и можем зашифровать или же другой пароль или наоборот сделать открытый доступ. Есть также поддержка технологии MIMO. Установлено 16 датчиков. Если интересно какие, можете остановить и посмотреть. Везде где есть отметка бренда, это значит что там он установлен. Все эти датчики помогают полнофункционально обеспечивать своему хозяину и владельцу полную отдачу в ежедневном использовании. Ну и теперь первая больная тема. Это то, что здесь аккумулятор не 6000 как у его предшественника, а здесь производитель установил 5000 аккумулятор. Почему? Если это версия Pro, то здесь должен быть ну не меньше 6000. Пусть будет даже 6500. Ну хотя бы 6100. Да пусть хотя бы 6, но не 5. Давайте теперь посмотрим на тесты. Конечно же они были проведены и аккумулятор от 100 до 0% взял 4609. Это не совсем хорошо. Но давайте разберемся сколько же он продержится, если провести например онлайн тест в ютубе. От 100 до 0% он разряжался. И на 80% громкости, а также 80% яркости он продержался 13 часов и 19 минут. Этот полный тест можно посмотреть в подсказках. А значит он проживет больше чем один день. То есть 2 дня 100% на всей этой автономности технологии энергосбережения на новом процессоре и оптимизированной прошивке MIUI поможет вам надеяться на него не меньше двое суток. Ну а вот еще один пример. Осталось 32% заряда и система показывает, что он еще может проработать 13 часов 52 минуты. Отличные показатели. А пользуетесь ли вы этими режимами экономии заряда энергии в вашем смартфоне? Ну что, переходим к следующей больной теме. Это еще один минус. Это то, что здесь звук хороший, но гораздо хуже, чем у предыдущей модели Poco M3. Опять же, версия Pro. Хочется, чтобы здесь оставили два динамика. Ребята, ну зачем его было убирать? Один динамик здесь у Poco M3 был, а второй этот. И стерео, и звук. Ну просто шикарный звук. А сейчас просто обычный звук, как у обычных его, ну будем говорить так, современников за те же деньги. Ребят, ну это просто вот послушайте. Звук нормальный, но делюсь впечатлением, что не хватает стереозвучания. Максимальный звук установлен. Запускаем. Вот, закрываю динамик. То есть, он здесь один. Один. В Pro версии. Зачем он здесь один? Да, звук красивый. Громкий. Если же подключаете наушники проводным или беспроводным способом, то качество звука, громкость на высоте. То есть, к этому претензий нет. Зайдя в раздел инструменты, можно увидеть, что есть FM-радио, но без наушников не работает. Запись экрана. Компас. Пожалуйста. Раз, два, три. И, конечно же, программа Mi Pult управляет теми же бытовыми приборами с помощью этого передатчика. Во время записи диктофона используются сразу два микрофона. То есть, можно вести запись разговора ваш и собеседника, который сидит напротив вас. Очень хорошая слышимость разговорного динамика. Даже нужно прикрутить, чтобы не слышали рядом сидящие с вами, например, в автомобиле. Ну, а если включаем громкую связь, то переключение во время громкой связи идет разговор на верхний микрофон уже. И собеседник вас слышит отчетливо и хорошо. Еще одним преимуществом то, что эта модель по своим заявленным характеристикам... Не зря здесь в лотке была черная прокладка. Так, здесь защита IP53, как у Poco X3. У телефона, которым пользуюсь я. То есть, действительно, он защищен от каких-то влажных рук, от пыли. И погружать, конечно, ему в воду нельзя, но уже этот плюс радует. Камера обладает интеллектуальным режимом. Правда, вот если посмотреть на то, что сейчас отображается в кадре, и здесь видно, что немножко где-то есть какая-то игра с цветами, скажем так. Больше синего оттенка. Возможно, еще играет от освещения в студии, потому что, например, вот если такой свет сделать, то, ну, теплота света, то, конечно, это влияет и на камеру. Но скажу, что камера интуитивно вся понятна для прошивок MIUI. Нигде нет переключения сразу быстрого доступа к макро. Нужно, чтобы его переключить, переходить в настройки. И только здесь есть пункт макро. Съемка портрета. Она очень хорошо справляется. В этом режиме смартфон переходит в поиск объекта, то есть человека. И очень хорошо выделяет его на фоне всего снимка. Еще одним минусом это то, что камера не снимает в 4К. Хотя, опять же, про. Пусть сделали бы 4К 30 кадров и 1080 60 кадров. Но нет, здесь только 1080 разрешения 30 кадров. Это тоже его минус. Радует, что есть отдельный режим профи. Перейдя сюда, можно все настроить в режиме фотографии или же в режиме видео. То есть переключаем на видеосъемку и также производим под себя настройки. Еще здоровски отрабатывает стабилизация. Стабилизация, конечно же, она здесь электронная, но справляется со своей задачей очень хорошо. Посмотрите, какая плавность. И мы сделаем тесты. Я вам с удовольствием продемонстрирую ее в деле. Стоит также отметить вспышку. Она яркая. И у нее больше светлого, белого, даже синевой оттенка. Но подсвечивает очень хорошо. Изначально с упаковки здесь были предустановленные приложения, которые я тоже удалил. Пару предустановленных игр, будем говорить так, самых примитивных, которые продвигает компания Xiaomi, видимо с кем-то договор. Была еще какая-то программа на офис и еще, по-моему, был установлен Facebook. Facebook я оставил, все остальное я удалил. Давайте проверим в частном доме сейчас здесь GPS-тест сделаем. Были найдены 5 спутников. Этого уже достаточно. Все, он уже вышел на связь. Ну и сразу видно, что сразу подтягивает разного вида спутники. Galileo, Beidou, GLONASS и обычный GPS. Теперь давайте запустим игровой тест. Asphalt 9 обновленный и протестируем на максимальной графике. Графику уже выставили. Теперь продемонстрирую, как быстро реагирует смартфон внутри игры. Запускаем возврат. Переходим. Выбираем карьеру. Новый уровень. Езда. Далее. Реагирует просто быстро. И обратите внимание, что я в перчатках. Без проблем срабатывает чувствительный сенсор на прикосновение. Ложных срабатываний нет. Приятная вибра во время использования при наборе текста. В общем, все фишки MIUI и бренда POHO. Итак, мы стартуем. Звук максимальный. Графика. Графика отличная. Интересно будет узнать ваше мнение, что думаете вы об этой модельке. Давайте кратко подведем итог. Пока я буду одевать его в защитный чехол для его будущего владельца Александра. Итак, модель у нас получила обновление по некоторым параметрам. Но где-то и произвели некоторые урезки, скажем так, для этого смартфона. Если вы ожидали, что версия PRO будет мощнее, как и ожидал этого я, то сильно разочаровался. Во-первых, конечно же, радует, что здесь 6 оперативки и 128 встроенных. И даже то, что установив две сим-карты, здесь уже не поставишь карту памяти. Но памяти здесь предостаточно. Камеру не улучшили. Модуль дополнительный широкоугольный не установлен. Отсутствие съемки 1080p 60 кадров и 4K. Урезали еще один динамик. Оставили, как у обычных моделей, всего один. И немножко урезали аккумулятор на 1 Ампер. Поэтому будет интересно узнать, что вы думаете, стоит ли эта модель своих денег. А цена нашей темной лошадки версии 6.128, 225 долларов. Это в Китае. А с точно таким же цветом версия 4.64 стоит 189 долларов. Есть также цвет синий и желтый. Напишите, какой цвет больше всего понравился вам. И какая модификация. А также, что вы думаете, стоит ли он своих денег. Теперь давайте посмотрим напоследок чехол. Чехол забавный. Искали мы много вариантов и выбрали вот такой вот, у которого крышка держится на магните. Одна часть магнита установлена здесь, а вторая вот здесь. И получается сквозь телефон как-то притягивается. Но держится отлично, закрывается. Модуль здесь защищен 100%. Он внутри прям там спрятан. Поэтому однозначно плюс. Даже можно не покупать какую-то пленку на саму камеру. А вот стекло я советую прикупить. Ссылку как на чехол, так и на стекло я оставляю в описании под видео. Теперь тесты видео, фото, как дневной, так и ночной съемки задней и передней камеры. Всем спасибо, с вас лайк. До встречи в новых видео. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Пока. Решил начать тестирование именно с клумбы, где много ярких цветов. Во-первых, здесь удобно тоже проиллюстрировать, как срабатывает автофокус. Потому что даже макро в режиме видео очень здоровски снимает. Можно приблизить. В дневное время, конечно, камера радует. Правда, нет 60 кадров. Тут 1080-30 кадров максимум. Ну вот, розочка. Красавица. Общий план. Фокус меняется. Когда подносим, настраивается. Раз, подстроилась. Качество хорошее. Помехи от ветра вы, наверное, тоже слышите. Вот еще одна роза. Задний модуль камеры сейчас будем тестировать. Передний. Передний в действии. Вот. Роза. Класс. 1080-30 кадров. Приятно, что роза не только красивая, но еще и классно пахнет. Потому что есть цветы красивые, но понюхаешь, например, как мак. Вообще никакого запаха нет. А ну, эти. Тоже пахнет. Насекомых привлекает. Это передний модуль камеры. Качество звука вы слышите. Теперь тестируем передний модуль камеры на стабилизацию движения. Сейчас точно такой же тест будет переднего модуля без включенной стабилизации. Стабилизация отключена. И сразу факт налицо. Все дребезжит. Вот как было с стабилизацией сбоку. А вот как сейчас без стабилизации. Но вот сейчас еще один тест. Это пробежка. Очень хорошо справляется со своей задачей. Это ночные тесты. Камера Poco M3 Pro. 1080-30 кадров. И в настройках отключена стабилизация. Давайте проверим. Ночные тесты с той стороны. Вот мы заходим, где темно. Появляется много шумов. Но видимость. Видимость конечно же сохраняется. Что я вижу? Когда больше света, то шумов не так заметно. С фокусом. Давайте проверим, как работает автофокус. Вот тут он должен настроиться. Вот. Подстроился сам. Отлично. Хорошо. Теперь передняя камера. У передней все как-то размыто. Будто бы какой-то туман слегка. 1080-30 кадров. Но очень тяжело справляется. Хотя яркий свет попадает. Чем ближе к свету, тем четче картинка становится. Но я не вижу, чтобы он стал прям про. Это просто такой себе фишка в камере. В отношении камеры это да. Еще пару тестов замедленной съемки этим смартфоном. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok